Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Безопасная дорога к знаниям. В преддверии 1 сентября перед каждой школой появятся предупреждающие дорожные знаки. Новая жизнь для дошкольников Кировского района. Для них открывает двери обновленный детский сад. Успение при Святой Богородице. Сегодня завершается Успенский пост. Самарский завод Кузнецов, одно из ведущих предприятий по разработке и производству авиационных ракетных двигателей, получил почти 400 миллионов рублей на реконструкцию цехов предприятия. Соглашение о предоставлении денег между заводом и с государственной финансовой корпорацией было подписано во время проведения авиасалона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском. Как идет модернизация завода и какие перспективы у предприятия, обсудили на встрече с главой региона Николаем Меркушкиным. Громкий гул за стеной. Здесь тестируют сердца самолетов. Рядом кипят работы строительные. Завершается укладка фундамента нового пристроя к монтажно-испытательному корпусу завода Кузнецов. Самарское предприятие получило около 400 миллионов рублей на реконструкцию испытательного стенда, где будут тестировать новые двигатели НК-32 для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Один из таких «белых лебедей» нового поколения пролетел над Самарой в день российского флага. Планируем до 21 сентября завешивать эксплуатальные стенды текущие и отдать полностью этот стенд на реконструкцию. Мы совмещаем пока работу, чтобы успеть в первую месяц обеспечить реконструкцию. А с другой стороны еще выполнить гособранный заказ этого года. Работы у заводчан достаточно. В скором времени в соседнем цехе начнется сборка модернизированных двигателей НК-32. Как идет ремонт и переоснащение цехов на предприятии, рассказали губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. О комфортной жизни и предстоящих изменениях в городе специалисты ОАО «Кузнецов» говорили на встрече с главой региона. Звучали вопросы о благоустройстве Самары, ремонте дорог, реконструкции улиц. Сделать их решение быстрее и эффективнее призвана новая система местного самоуправления, которая окончательно будет воплощена в жизнь после выборов в районные советы депутатов 13 сентября. Самара станет первым в стране, городом, где власть реально приблизится к народу. Непростая задача через 25 лет вернуть полноценную районную власть, полноценную, чтобы людям это было ближе, людям ближе. Им дать бюджет, дать бюджет. Им дать возможность этим бюджетом распоряжаться. А народ ближе может видеть, как это все исполняется. Как будут выглядеть дворы, скверы, улицы напрямую зависит от активности горожан. Депутаты районных советов будут работать с учетом предложений от инициативных жителей. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Перед началом учебного года особое внимание безопасности. 80% самарских школ имеют выход на проезжую часть. Задача дорожных служб в последние дни лета установить предупреждающие знаки и обновить разметку. Ну а школьникам собрать портфели и собраться с мыслями. Эмоции первоклассницы выслушала Марина Матвейшина. Это Варя Корнышева. Ей 7 лет. И она собирается в первый раз в первый класс. Я хочу пойти в школу, завести новых друзей, учиться на пятерках и пойти в школу в красивой форме. Девочка уже с нетерпением ждет первое сентября и ни на минуту не расстается со своим новым портфелем. А в нем настоящие сокровища первоклассника. Еще чистые тетради и новые учебники. Это моя ангелия. Там же прочтение. Ты уже прочитала, наверное, все? Прочитала. Я еще не читала. Почтение, про сказки. Еще про лесу и рыбака. И про доктора Альбардита. Как бы не хотел ребенок учиться, школа для него – это начало новой жизни и всегда стресс. И прививкой от первого класса могут стать только любовь и помощь родителей. Хотя они и сами волнуются порой больше детей. Психолог Наталья Наумова советует по выходным обязательно играть с ребенком. А в будние дни четко соблюдать режим дня. Время подъема, завтрака и выхода из дома. Но это нужно делать не в делегированном форме, не в назидательной форме, а вот в такой совместной. И мама, и папа, и ты вместе с нами. Тогда он вместе войдет вот в эту четкую какую-то дисциплинарную решетку без стресса. Не нужно требовать от ребенка слишком много. Родителям нужно так выстроить отношения, чтобы первоклассник знал. Даже если что-то не получается, мама с папой все равно его любят. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Новая жизнь началась и для дошкольников Кировского района. Они тоже отправятся за знаниями в обновленный детский сад. А их мамы смогут выйти на работу. За волнующим моментом открытие сада наблюдал наш корреспондент. Самолеты на низком старте, куклы замерли в ожидании. Скоро здесь все наполнится детским смехом. А пока воспитанники детского сада выделывают па и веселятся во дворе. Гуляет весь микрорайон. Открылся новый детский сад номер 386. Родители говорят, даже мечтать не могли, что все будет настолько быстро. Вот нам три года исполнилось 12 августа. И в принципе мы как бы не ждали. То есть мы встали на очередь, как положено. И вот к трем годам нас пригласили в детский сад. Детский сад построили полвека назад. Но с 90-х там размещались правоохранительные органы. Городские власти смогли вернуть помещение в систему образования. Здание обветшало, а потому восстанавливать его пришлось буквально по крупицам. Средства на ремонт выделили по федеральной программе. Часть суммы поступила из городской казны. Сейчас в обновленный детский сад уже записано 100 малышей. Очень приятно, что такие объекты стали появляться в нашем городе. Все это стало возможным благодаря политике Николая Ивановича Меркушкина, нашего губернатора. Я хочу вам сказать, что за последние неполных три года более 15 тысяч мест только в городе Самара было открыто для детей, которые находятся в возрасте от трех до семи лет. И вот только в Кировском районе за последние три года это третий детский сад, который сдается после реконструкции. И еще до конца года будет еще сдан один детский сад. Всего в этом году в областной столице откроются 13 новых детских садов. Это более тысячи дополнительных мест. Благодаря совместной работе областных и городских властей очередь в дошкольные учреждения удалось значительно уменьшить. За последние три года в сад пошли 15 тысяч малышей. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. На реформу местного самоуправления старшие по домам и председатели Советов МКД возглагают большие надежды. Когда до власти можно дотянуться рукой, то и вопросы решаются быстрее. О нюансах и деталях предстоящих изменений с активистами поговорил губернатор Самарской области. Звездный двор на Новосадовой. Все свободное от асфальта пространство засажено астрами. Название цветка в переводе с греческого означает «звезда». И здесь их целая галактика. Садовник «Звездочет» председатель Совета многоквартирного дома Александр Довитьян. Там была такая канала, что я с ними руками 8 камазов из тех засеков перегиданных, чтобы выгодить там цветы. Один. Ну, не помогает, что надо. Бурных оваций здесь достоин каждый. Этим людям не все равно, а совсем наоборот. Старшие по домам и председатели Советов МКД – одни из самых неравнодушных и активных жителей города. Это они постоянно бегают по инстанциям, выколачивая для своих домов и дворов необходимые блага. Причем работа на общественных началах. Денег не приносят. Главные награды – благоустроенный двор и уютный дом. Как хозяйка в квартире, должна отвечать за свои дела, должен соблюдать порядок, должен смотреть за этими делами. Все это касается, все председателя МКД касается. Бывает, сами убираем, цветы сажаем, газоны. Все это мы сами делаем. Украшаем, стараемся. С активистами промышленного Кировского и Советского районов встретился губернатор Николай Меркушкин. Беседа о самом важном. Одна из главных тем – реформа местного самоуправления. Вопросы капремонта домов и благоустройства дворов теперь будут решаться быстрее и эффективнее. Депутатами должны стать люди, готовые работать на благо родного города. Состав районных советов депутатов горожанам предстоит определить 13 сентября. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков. События. Об активности жителей скоро будут судить по фасаду дома. Дружно проголосовали – ждите ремонта. Как идут работы в доме на Волжском проспекте, увидела Марианна Мирная. Дом номер 45 на Волжском проспекте. Здесь многие годы жил известный самарский архитектор Ваган Каркарьян. Здание не ремонтировалось больше полувека. Штукатурка, в частности, около первого подъезда падала людям просто на голову. Здесь были уже даже травмы. Поэтому для нас вопрос обновления штукатурки дома, фасада всего, но это один из самых главных вопросов. В прошлом году управляющие компании Самарской области вышли с инициативой поддержать гражданскую позицию и провести отдельные виды ремонта в тех домах, чьи жители активно участвуют в выборах. Начинание поддержали в региональном правительстве. Жильцы домов по Волжскому проспекту явились на выборы 2014 года практически в полном составе. И когда мы узнали, что нас ждет такой подарок, ну, конечно, все были очень довольны. Эти дома расположены вдоль гостевого маршрута и должны иметь презентабельный вид, уверены люди. Дома, во дворе которых мы сейчас находимся, они выходят у нас фасадами на набережную нашей реки Волги. Безусловно, здесь и туристический маршрут, и много людей приходит просто погулять и наших жителей. А тем более мы ждем впереди наш чемпионат мира в Мондеаль. 2016 год стоит по рекоператору этот дом. Получается так, что на год раньше люди стали счастливее. Таким образом, больше 200 домов отремонтируют в Самаре до конца года. Программа ремонта, которая поощряет активность горожан, продолжится и после выборов 13 сентября, на которых самарцам предстоит определить состав депутатов в районных советах. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Самарская молодежь активна и готова заявить о себе. Свои таланты ребята показали на форуме выставки молодежных инициатив главе администрации Самары Олегу Фурсову. Совершенно разные проекты объединяет одно стремление. Какое, расскажет Валерия Макарова. Кто, если не мы – девиз самарской молодежи. Волонтеры, общественники, спортсмены, молодые ученые представили свои проекты на форуме выставки молодежных инициатив. Все они объединены общей идеей. Это внутреннее желание сделать жизнь вокруг нас лучше, сделать так, чтобы как можно больше людей стали счастливее, самому принять участие в каких-то ярких, интересных событиях, в которых ты, возможно, сам бы не имел возможности принять участие. В Самаре 100 общественных молодежных организаций. Их проекты поддерживают материально. Премия «Студент года», фестиваль уличной культуры «Стрит Энерджи». Ежегодный форум дает возможность узнать, чем дышит молодежь. В этот раз почетным гостем стал глава администрации города Олег Фурсов. Участники форума с гордостью демонстрировали свои достижения, а после смогли задать вопросы напрямую главе Самары. Сейчас в Самаре строится очень много новых школ в Южном городе, в Волгарии, в Крутых Ключах. Вопрос, возможно ли привлечь членов городского школьного парламента в рабочую группу по благоустройству территорий и школ, для того, чтобы они стали более привлекательными для школьников. За предложение спасибо городскому школьному парламенту, я прошу протокольно записать, чтобы включили в Общательный совет города при Департаменте строительства или Департаменте образования. Давайте посмотрим. Вопросов и предложений было так много, что на их обсуждение не хватило даже отведенных полутора часов. И это не случайно. Идейным вдохновителем во все времена была молодежь. И сегодня власть рассчитывает именно на нее. Нам очень нужна ваша энергия, нам очень нужна ваша инициатива. Мне очень хочется, чтобы вы чувствовали себя настоящими гражданами Самары. Не равнодушными обывателями, да, а именно теми людьми, которые формируют облик города, культуру города и будущее города. Жить ведь вам в этом городе. В скором времени, чтобы заботиться о городе и продвигать свои идеи, у молодежи будет больше возможностей. На предстоящих выборах в райсоветы 50 кандидатов в депутаты моложе 30. Александр Шугаев, Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Православные верующие сегодня празднуют Успение при Святой Богородице. В этот день на Руси завершали Успенский пост и заканчивали жать хлеба. Считается, что с этого дня начинается бабье лето. У каждого народа свои традиции. В губернии проживает много диаспор. Одна из самых многочисленных татары. С мусульманским сообществом встретился глава Самары Олег Фурсов. Самарская соборная мечеть – гордость не только мусульманского сообщества, но и города в целом. Построенная в 1999 году как амбициозный и смелый проект и сегодня заслуживает внимания. Как дальше будет развиваться город с учетом мнения представителей всех народов, проживающих в губернии, глава администрации Самары обсудил с мусульманским сообществом. Олег Фурсов рассказал о реформе местного самоуправления, которое сегодня реализуется в столице региона. Это очень гибкий механизм, очень правильный механизм, потому что он, еще раз подчеркиваю, приближает власть непосредственно к проблемам людей и плюс еще дает финансы для того, чтобы эти проблемы решать. В Самарской области проживает около 130 тысяч татар, второй по численности народ региона. Многие из них оказывают поддержку социальным городским проектам, активно участвуют в жизни и развитии Самары и замечают, какие изменения происходят в городе в последнее время. Оперативно решать городские проблемы будет проще с появлением районных советов депутатов. За последние 8 месяцев в Самаре уже есть чем гордиться. Политика, направленная на экономию бюджетных средств, дает видимые, а главное – быстрые результаты. Мы получили с вами 82 автобуса на газомоторном топливе. Вы знаете, что за последние 25 лет это крупнейшая покупка техники. И мы еще 50 автобусов до конца года покупаем. 132 автобуса были. Мы взяли 20 троллейбусов новых, современных. До конца года еще берем 20. И плюс 20 трамваев. Сохранить и приумножить положительную динамику в развитии Самары, возможно, только объединив усилия жителей города и власти, которая должна стать ближе к народу. Самарцам предстоит сформировать команду созидания на выборах 13 сентября. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Время не стоит на месте, но память о великих людях продолжает жить на страницах самарской истории. К столетию со дня, когда не стало общественного деятеля, купца, гласного Самарской городской думы Михаила Челышева, историки напомнили о его достижениях и заслугах перед городом. Павел Баймаков подробнее. Все было очень красочно, красиво, добавлено до сих пор шарм свой имеет. Это флюгер одного из зданий, построенного Михаилом Челышевым. Сегодня он хранится в Музее истории города, который носит его имя. Здесь же фотографии книги, написанные Челышевым. Фрагмент асфальта с завода, которым также владел Михаил Дмитриевич. Челышев родился 26 сентября 1866 года в одном из сел Владимирской губернии. В Самару приехал 15-летним мальчишкой. От простого маляра прошел путь до гласного Самарской городской думы, а затем главы города. В нелегкие для страны годы революции выступал за трезвость нации и борьбу с пьянством. Был уверен, только так можно сохранить сильное цивилизованное государство. Благодаря его стараниям в 1914 году в Самарской губернии был принят сухой закон. Посмотрели. Волнений нет, пьянок нет, поножовщины нет. Хорошо. По примеру Самары в течение полутора, примерно двух лет практически вся империя приняла сухой закон. Михаил Челышев известен и как умелый строитель, благодаря которому в Самаре появились новые надежные дома. Челышев был такой магнат наш самарский. Вот он строил дома, их осталось два. Вот здесь и на этой, на Рцебушеской. В Самаре до сих пор сохранился и дом, где жил Михаил Дмитриевич. Двухэтажное здание было построено в 70-х годах 19 века. Тогда улица, на которой он был построен, носила название Саратовская. После смерти Челышева в 1915 году было принято решение переименовать улицу в Челышевскую. Сегодня она носит название улицы имени Фрунзе. Некоторым зданиям уцелеть все же не удалось. Много лет назад на этой же улице, на месте нынешнего банка, располагалась известная Челышевская баня. Со временем баню снесли. Как рассказывают историки, в моменты взрывов здание несколько раз просто подпрыгивало на месте и никак не хотело рушиться. Тем не менее, время диктует свои правила. В этом году исполняется 100 лет, как ни стало Михаила Челышева. Он был похоронен в Самаре на Всехсвятском кладбище, что до 40-х годов стояло на улице Красноармейской. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. На вопрос «Когда ты родилась?» героиня нашего следующего сюжета может смело ответить «Век назад». Анне Михайловине Галатон исполнилось 100 лет. С юбилеем женщину поздравила руководитель департамента соцзащиты Елена Шипотько и наша съемочная группа. Она родилась в селе под Казани в 1915-м, до революции в Царской России. После школы поступила в педагогический институт, вышла замуж. В 1942-м молодую семью с маленькой дочкой на руках эвакуировали в Куйбышев. В годы войны Анна Михайловна Галатон работала в госпитале и занималась воспитанием детей. Своих, чужих, всех, кто оказался без родителей. «Кормили все, пищу какую добывали ночью. Ночью, дети спят, мы лазим по полям, чтобы пищем картошку. Много осталось на полях. Очень неубранной много было. Картошка, морковка, свекла. Вот это нас спасало. Мы питались только ей». После войны в 1945-м Анна Галатон устроилась в детский сад воспитателем и до самой пенсии не меняла место работы. Свой вековой юбилей Анна Михайловна встречает вместе с семьей. Двое детей, трое внуков, четверо правнуков. Самому старшему уже 18. Не ровен час. Про прабабушкой скоро стану, шутит именинница. Поздравить ветерана Великой Отечественной пришли представители городского департамента соцзащиты. «Даже я поражена, насколько здраво рассуждает, мыслит, очень хорошо все помнит. И как нам внучка сказала, что даже наизусть помнит номера сотовых телефонов. И вот сейчас она мне рассказывала, показывала ей комнату, рассказывала, где у нее что стоит. Она каждую мелочь, она каждую мелочь знает, она помнит». Поздравительный адрес от департамента подарки, цветы, конечно, приятно, говорит Анна Михайловна. «Но куда важнее внимание. То, что не забыли, то, что пришли. Человеческое общение. Дорогого стоит». Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. В Самаре взят под стражу бывший сотрудник сам ГТУ Ричард Филипп Бочиус. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Павел Баймаков подробнее. По данным следствия, впервые в поле зрения полиции гражданин Великобритании попал около двух недель назад. На одной из улиц Самары его автомобиль был остановлен. В нем находились сам Бочиус и его спутница Елена Станкевич. При обыске автомобиля был найден наркотик весом около четырех граммов, за что Бочиуса и Станкевич оштрафовали. Спустя несколько дней полицейские наведались в съемную квартиру Бочиуса, где, по данным следствия, в кармане его одежды было обнаружено еще более 30 граммов гашиша. Сам Бочиус это отрицает. По его словам, во время обыска квартиры полицейские превысили полномочия. «За эти несколько дней, пока я взаперти, мой адвокат нашел в деле ложь и фальсификацию в действиях полиции. И поэтому я не совсем понимаю, как расследование может идти дальше». По данным следствия, ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался. Как говорит он сам, наркоманом не является, а просто иногда употреблял гашиш, чтобы расслабиться. Сам Бочиус женат и имеет 7-месячную дочь. Сказать что-либо в защиту подозреваемого родственники не смогли. «Мы отказываемся от каких-либо комментариев. Я вам все сказала, господа, пожалуйста, удалитесь, мы не будем отвечать на какие-либо вопросы». Суду предстоит выяснить все подробности дела. А пока на время следствия подозреваемому придется провести в СИЗО два месяца. «Основания были вески для того, чтобы избрать в отношении Бочиуса меры причинения в виде заключения под стражу. Бочиус может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия суда». Если вина Бочиуса будет доказана, за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Константин Головин. События. На улице потеплело, и настроение сразу совсем другое. Сегодня смотрела в Инстаграме фото нашего конкурса. Очень понравилась лодочка на Волге. Заявить о любви родному городу и получить подарок можете и вы. Для этого вплоть до 10 сентября нужно выложить свое фото признание в Инстаграм с хэштегом «Самара429». Самых любвеобильных ждут ценные призы от партнера конкурса «Ситилинг Самара». Награждение победителей состоится 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Смотрите нас онлайн на сайте samar.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Все вам доброго и хороших выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok